Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Александр Козырев. Совет министров постановил ограничить пересечение границы в связи с COVID-19. С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Подробности в нашем следующем сюжете. С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19. Данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, глав и членов официальных делегаций, иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси, водителей при выполнении международных автоперевозок, а также перевозок международной почты, членов экипажа судов, внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, международного железнодорожного сообщения. Кроме того, ограничения не касаются иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на трудовую деятельность на территории Беларуси, иностранцев, следующих в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток органов для трансплантации. То же самое касается граждан Российской Федерации, следующих транзитом через Беларусь в Россию, а также иностранцев, следующих транзитом через Беларусь в соответствии с Международным правовым соглашением Беларуси и Украины об упрощенном проезде участка автодороги Славучич-Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Беларуси, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые работают в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС. На прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск также не распространяется данное ограничение. Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями и детьми граждан Беларуси, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, в течение 10 календарных дней со дня прибытия из иностранных государств, включенных в Министерство здравоохранения, в перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться в самоизоляции. Их не пропустят через границу до истечения 10-дневного срока. Не должны находиться на самоизоляции и могут пересекать границу сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси в иностранных государствах, имеющих дипломатические служебные паспорта, а также члены их семей. Водители-международники, члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, международного железнодорожного сообщения, физические лица, вернувшиеся в Беларусь после служебной командировки. Во всех католических храмах первые дни ноября полностью посвящаются памяти умершим. В День всех святых, которые отмечают 1 ноября, католики зажигают свечи, свет которых не угасает и в следующий праздник – День поминовения всех усопших, отмечаемый 2 ноября. Традиционно прихожане прихода святого Михаила Архангела в Сморгоне поминальной процессией, возглавляемой католическим духовенством, прошли к Старому кладбищу. Святы у всех святых Гэта, можем так сказать, перш за всю гэта таки День имянина у всех нас, потому что вспоминаем кожного святого апекуна, якого имя мы носим. И тому ось гэта перш за всю таки День святочный. Традиционно у гэта День мы так само молимся здесь и за померлых, за наших, так, ну, але варта памятать об тем, что гэта першы День, 8-й на Вита Листопада, и он припамянае об святости. А в общем, что гэта значится? Гэта значится об тем, что люди, які уже пройшли гэта своё жыцё тут на земле, и они досягнули пэвной святости, они прожили своё жыцё годно, достойно, по-человечу и по-божему, и таму пэвный способ, цеперак, и они достойны хвалы неба, и про их кастёлу вспоминаем. Али шмат святых так само, про яких мы не ведем, гэта, мож, наши дядулі, бабулі, які жили тихо, спокойно своё жыцё, и они не досягнули хвалы алтара, але при усім гэтым так само з'являються святым. И таму ёсь гэта кастёл, гэта царква, скажем, гэта людзі, які живут тут на землі, так, и чакаються ещё гэта пераходу, а ёсты, які уже дочакаліся, и они в пэвный способ уже знаходяться там у небе, молятся так само дзесті за нас, и разом з нами так само прославляюць Бога. Потому гэта дзень такой пэвны радасці, калі два кастёлы, гэта зямны, гэны небесны, ось, тешацца, радуюцца, ось, ў пэвный способ гэныя, які там наверху, и они нас уже чакаюць, чакаюць и тешацца на нас так само. Тому, што ведаем об тем, што наше жыцё тут часовое на землі, так, ось, гэта пасля пераход прасмерць, так, ось, і мы верам, як хрыстяню той, што гэта не канец нашага зямного жыцца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приходя домой к семьям, находящимся в социально опасном положении, к лицам, ведущим асоциальный образ жизни и одиноким проживающим пенсионерам. Сотрудники МЧС тщательным образом проверяют исправность печного оборудования, проводки, наличие автономного пожарного извещателя, напоминают об опасности курения в доме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как курение само в трезвом либо в нетрезвом состоянии. Ну и сейчас более актуальны уже пожары становятся по причине печного отопления. Профилактическая работа, конечно же, влияет на снижение. Если брать по статистике, с каждым годом профилактика усиливается и усиливается по пожарам. Соответственно, мы замечаем цифры снижения, как по количеству пожаров, так и по гибели. Она изменила свое отношение к жизни. Просто к жизни. Она понимает о том, что... Ну, пришлось многое говорить. И не только в рабочее время к ней приезжать, но и вне рабочее. И по телефону говорить. Здравствуйте. Конечно, ситуация изменилась, вы видите, и по деткам, и вот здесь тут непонятная какая-то была ниша. Вот сейчас они привели более-менее в порядок. Конечно, до констаток не такой уже, но она сейчас старается. И дай бог, чтобы это старание осталось на все время. А когда вы меня расставили? Ну, недавно, уже месяц назад. На сегодняшний день на территории Кореневского селесполкома проживает 37 одиноких людей и 313 одинокопроживающих. Но мы акцент делаем все-таки на домовладения. Поэтому 25 домовладений, где проживают одинокие пожилые граждане, которые уже на сегодняшний день смотровой комиссии обследовали 100%. И 227 домовладений одинокопроживающих граждан на сегодняшний день обследовано 98%. Еще акцент мы делаем на тех людей, которые, к сожалению, ведут, так сказать, аморальный образ жизни. Мы видим по информации от МЧС о том, что сегодня пожары случаются с теми людьми, которые закурили в постели, в алкогольном опьянении, и случился пожар. Поэтому совместно с представителями МЧС, РОВД мы посещаем, конечно, и таких людей. При посещении любого домовладения и сотрудники МЧС, сотрудники энергонадзора, они дают рекомендации, что нужно сделать домовладение по замене, допустим, печки, по замене электропроводки, про установку автономных пожарных извечателей. Ну и в целом, даже иногда приходится давать указания по уборке квартиры, уборке дров, по приведению в порядок укладку дров и всякие другие замечания. Спички прячете от ребенка? Конечно. Не сможет достать? Нет. А можно играть со спичками? Жарное извлечаствие должно быть в каждой живой комнате. Живой, где именно ночуете, потому что по статистике ночью будет. Я постараюсь помочь и поговорить. И то, что вы курите на улице. Ну, мы курим в Куча-Гарке, но не на улице, но у Дань. У нас очень много горит хозпостроек, помимо домов. Нида с разнообразной стоят. Здесь должен быть плакон. Спортивную эстафету, которая сейчас проходит по всей Белоруссии, подхватили юные футболисты в Сморгоне. Город принимал районный этап республиканской соревнований среди детей и подростков – кожаный мяч. В разных городах определяются чемпионы областей, которым вскоре предстоит защитить цвета своего региона на республиканском уровне. В соревновании участвуют ребята, для которых футбол – хобби. Республиканское соревнование по футболу кожаный мяч на призы президента Республики Беларусь прошли в Сморгоне. Районы Гродницкой области были поделены на три зоны. В нашей зоне пять команд – Лицкая, Ивьевская, Ашмянская, Островецкая и Сморгонская. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях. В каждом мяче участвуют только дети, которые не занимаются специализированных учебных учреждениях. И, конечно, те ребята, которые занимаются, те, конечно, показывают футбол лучше. Но следует отметить то, что даже вот эти дети, которые у нас не занимаются спортивной школой, они уже показывают неплохой уровень. И многих ребят даже можно будет уже планировать брать в спортивную школу. Это настоящий футбольный праздник для всех его участников. Ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт. Я занимаюсь футболом шести лет. Я капитан, играю за клуб «Фэрплей». У меня дома лежит много медалей. Я участвую на этом чемпионате уже третий год. Я занимаюсь футболом три года. Мы приехали на этот турнир, но у нас ничего не получилось. Но, надеюсь, в будущем мы победим всех. Я начал недавно заниматься футболом и прогрессирую каждым днем. Тренируюсь и на тренировках, и дома, потому что футбол – это моя часть жизни. Мы сыграли достойно. Верю в то, что наша команда сможет завоевать кожаный мяч. По итогам трех туров во всех возрастных группах лучшими стали команды «Сморгония» и «Лиды». Финал областных соревнований «Кожаный мяч» будет проводиться в Гродно. Подписывайтесь на наш канал! Государство достаточно долго, с 2016 года, шло к процессу внедрения биометрических технологий, национальные документы, в том числе ID-карты. ID-карты представляют собой внутренний паспорт, который будет удостоверять личность гражданина Республики Вирус на территории страны, иметь электронную цифровую подпись, два отпечатка пальцев, а также целый ряд других документов, которые отличают его от действующего национального паспорта. Этот документ предназначен также для того, чтобы государство взаимодействовало с гражданином диссанционно на основании электронной цифровой подписи, которая будет внесена в его электронную ID-карту. Человек сидит дома у себя за компьютером, ему нужно будет только купить необходимое средство, которое будет считывать его электронную цифровую подпись, также зарегистрироваться на национальном портале электронных услуг в свой личный кабинет, и на основании этого личного кабинета взаимодействовать с государственными органами, которые будут оказывать им услуги именно в электронном виде диссанционно. Ко 2 января будет реализовано 10 административных рекламентов и услуг. Это так называемый первый пул. В последующем правительство ставит достаточно амбициозные цели, чтобы к концу 2021 года таких услуг уже было более 50. Поэтому фактически задача Министерства внутренних дел совместно с Минсвязи и другими заинтересованными, именно вначале выдать ID-карту, прописать туда электронную цифровую подпись каждого человека, а в последующем уже задача правительства это наполнить перечень услуг государства со стороны для гражданина именно в диссанционном взаимодействии на основании электронной цифровой подпись заявителя. Мы проводили определенные технические испытания в отношении ID-карты, и фактически ее свойства не меняются. Если заявитель случайно забудет ее и постирает в стиральной машине, то в отличие от действующего бумажного паспорта, который, к сожалению, подлежит обмену в этой ситуации, ID-карта не теряет своих свойств, электронный носитель не ломается и меняется. Конечно, если лицо будет целенаправленно или умышленно повреждать чип, или повреждать ID-карту, то, конечно, она сломается. Но там достаточно 14 слоев пластика, поэтому она очень серьезно защищена от механических повреждений. То же самое касается и биометрического паспорта. Конечно, если это будет не умышленная порча данного документа, если это будет не целенаправленное воздействие какими-либо предметами или механическое повреждение, то паспорт имеет серьезные свойства для того, чтобы не ломаться, потому что там имеется также поликарбонатная страница, которая также помогает не ломаться антенне и не ломаться чипу, который встроен в обложку паспорта. Владелец биометрического документа имеет этот паспорт исключительно для выезда за границу. Проектом указа президента предусмотрено также, что он может получить два таких документа. И фактически в этом паспорте имеются исключительно страницы для проставления виз и отметок о пересечении границ. То есть он может длительное время, 10 лет, пользоваться гражданином только для этого. Кроме того, Республика Белорусс присоединилась к директории ДОК и КАО. Таким образом, на чипе, который содержится также в этом биометрическом паспорте, внесены соответствующие фотографического изображения лица, его отпечатки пальцев. И фактически можно при пересечении границ также использовать так называемые электронные гейты, когда заявитель в автоматическом режиме проходит соответствующие виды контроля, фотографируется, прикладывается отпечатка пальцев, сравнивается фотографическое изображение на чипе отпечатками пальцев, и он проходит через соответствующие виды контроля. Основное преимущество – это, конечно, выдать гражданину надежно защищенный документ от поделки, повысить доверие к нему со стороны правоохранительных органов, со стороны полицейских, иммиграционных и конских служб. Паспорт, как я говорил, надежно защищен от поделки, и чип невозможно. Так организованы технологии и устроены технологии, что чип дистанционно невозможно считать. Его можно считывать, только прикладывая к соответствующему считывателю. Поэтому домослов о том, что за нами будет следить по всему миру – это все исключительно вотк. Мы предполагаем, что начать выдачу документов после утверждения соответствующего указа президента, который в настоящее время находится на рассмотрении в администрации президента, и для себя, ну и вообще правительство ставит срок, что это начало января 2021 года. ID-карту и биометрический паспорт может получить любой желающий. Государство не ставит каких-либо ограничений по поводу того, что каким категориям граждан выдавать это в первую очередь или во вторую очередь. То есть министерство внутренних дел внедрит электронную услугу по записи для подачи документов на биометрический паспорт через интернет. И фактически любой желающий может в соответствующем подразделении записаться, выбрать себе удобное время и прийти в соответствии с установленной электронной очередью. Первоначально предполагается, что будет выдаваться ID-карта, а уже при наличии желания заявителя, и получение ID-карты является обязательным, а уже при наличии желания заявителя, то, конечно, и биометрический паспорт. Ну а бабушкам, которые имеют сейчас бумажный паспорт, можно сказать, что их бумажный паспорт будет действовать до 100 лет, поэтому фактически не обязательно менять, если у них нет такой потребности. Этот анимационный ролик даст вам дополнительную информацию о коронавирусе и о том, что вы можете сделать, чтобы защитить себя и других. Коронавирус также заразен, как и грипп, и может передаваться воздушно-капельным путем, когда вы кашляете или чихаете. При этом маленькие капельки, содержащие вирусные частицы, могут попасть на кожу, руки и на другие поверхности в окружающей среде. В среднем вирус живет в течение нескольких часов на поверхности дверных ручек, на поверхности стола или экрана монитора. Люди, которые сами заражены, но еще не больны, могут распространять вирус вокруг себя. Когда вы заражены коронавирусом, у вас обычно наблюдаются такие же симптомы, как и при гриппе, кашель и или повышенная температура. Для 80% всех пациентов госпитализация может не потребоваться. 20% пациентов будут нуждаться в стационарном лечении, а примерно трети стационарных пациентов потребуется респираторная поддержка в палате интенсивной терапии. Следовательно, коронавирус является более серьезным заболеванием, чем грипп. Люди старше 70-ти и те, у кого есть такие проблемы со здоровьем, как гипертония, диабет, хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, имеют повышенный риск более тяжелого течения заболевания. Мы можем вместе ограничить или даже остановить распространение вируса, если будем часто мыть руки, не размахивать ими, соблюдать безопасное расстояние в полтора метра от других людей и избегать общественные мероприятия. Сделайте это для себя и в особенности для окружающих вас близких людей. На данный момент лекарства от коронавируса не существует, но с вашей помощью мы сможем вместе пройти через это нелегкое время. Территория Сморгонского района продолжает находиться под влиянием воздушных масс атлантического происхождения. Среднесуточный температурный фон на 2-4 градуса превышает климатическую норму. Существенные изменения в ближайшие дни не ожидаются. В среду 4 ноября будет облачная погода. Во второй половине дня с приближением фронтального раздела запада пройдут дожди и сгустятся туманы. Температура воздуха составит ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 8, плюс 10. Ветер юго-западный умеренный. В четверг 5 ноября атмосферное давление подрастет. Существенных осадков не ожидается. Ночью температурный фон составит плюс 3, плюс 5, днем от 6 до 8 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный умеренный до порывистого. В пятницу 6 ноября территория Сморгонского района попадет под влияние малоактивного фронтального раздела с Балтики. Местами по району пройдут небольшие дожди, но при этом начнет поступать более теплая воздушная масса. Ночью столбики термометров покажут плюс 7, плюс 9, днем плюс 10, плюс 12. Ветер западный, умеренный до порывистого. Это все новости на сегодня. Следите за нами на сайте газеты «Светлый шлях», а также на нашем канале в Ютубе. Редактор субтитров А.Семкин